Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне не нравится это слово благотворительность Мне нравится слово помощи Так вот я вам могу сказать Что люди Которые живут в Европе В Америке протягивают руки Нашим детям моментально То что происходит У нас за гранью Добра и зла Честно вам скажу Я думаю что не Владимир Владимирович Путин Не Дмитрий Анатольевич Медведев Павел Астахов Я вообще в потрясении Я с ним работала на Сити-ФМ На протяжении шести лет И я не могу представить Что человек который является Омбудсменом Мог согласиться На такой закон Опять же по человечески Хотя бы Который не заявил Открыто что он с этим не согласен Потому что люди которые ездят по России И видят что происходит в детских домах Ну если могут шевелиться волосы на голове Они шевелятся Эти дети обречены Закон не то что людоедский Это какое-то ну знаете мягкое название Он фашистский Потому что Дети которые Обречены действительно Потому что Большинство людей У нас самосознание другое У нас совершенно Другая социальная жизнь Они не могут брать этих детей Потому что Очень дорого стоит лечение Мы вообще живем Совершенно по другому Наша страна Вопреки что называется Всему миру Изобрать у детей Возможность Возможность Детей которые без ног Без рук Я вспоминаю историю Саши Слащильной Которым я занималась Но у него прекрасные родители Но там он получил Роскошное протезирование Тут это сделать было невозможно Абсолютно И я не могу понять В принципе Зачем это делать Это же подрыв Слушайте отношение к власти Если бы я была президентом Я никогда бы в жизни Не совершила Такой чудовищной Глупости Потому что Если даже не говорить О человеческих вещах А говорить Просто О поблизости Да Говорить о том Как ты выглядишь В глазах Общества С моей точки зрения Это Смертоубийство Было Подписывать Этот закон Ведь он продолжает Кстати настаивать Он Анжелине Джоли Тут на днях ответил Вы понимаете В чем дело Дело в том Что умные люди Они меняют Свое мнение В течение жизни Или при общении С другими людьми И только дураки Настаивают На своем Я бы на его месте Если бы я была Его советником Я бы сказал Владимир Владимирович Чисто по-человечески Скажите Я поднял все бумаги Я объездил Энное количество Детских домов Домов Инвалидов Я посмотрел Все собственными глазами Непоказательные Детские дома Я пришел К выводу Что я Ошибся Я человек Я могу Ошибаться Ошибаются Все люди Не ошибается Только один Господь Бог Понимаете И я вам могу В глазах Общества Безусловно Он выиграл бы Это так И в моих глазах Он выиграл бы Как человек Не говоря о том Что с точки зрения Политики Это был бы Очень выгодный Шаг Но это дикость Это скотство Это жестокость Я не хочу Говорить о том Что банальные вещи Про Спарту Ну уже знаете Как бы это даже Не смешно Но то что Не людоедский А фашистский Закон И я на этом Настаиваю И то что Человек Управляющий Государством Наблюдает Жизнь людей Из окна Своего Автомобиля Или Слышит И видит Глазами Своих советников Которые Бздят Просто Говорить ему Правду Потому что Свита делает Короля Вот это меня Бесит Я не говорю Про госпожу Лахову И я не понимаю Как она вообще Могла оказаться В роли советника И занимающаясь Проблемой Материнства И детства Человек Который сдал Ребенка Своего инвалида В детский дом Как это возможно В каком Государстве Я не знаю Я молю Господа Бога Я молю Журналистов Коим Сама я являюсь Только о том Чтобы до людей Доходила информация В том виде Которому она Действительно Должна Доходить И все-таки Я испытываю надежду И Если бы я Еще раз говорю Я обращалась Я бы сказала Побойтесь Бога Просто Потому что Что такое президент Это просто человек Самый Обычный Человек Который должен Думать о том Что ему Ничто Человеческое Не должно быть Чуждо И правильно Девочка Которая написала Ему письмо Сказала Возьмите Да какой там Пять Ну хотя бы одного Возьмите Ребенка И поднимите Его Как это делают Мои друзья Которые взяли Детей Из детского Дома Продолжение следует